Люди, которые занимаются вообще, так сказать, стартапами, это люди, которые привыкли жить одну маленькую жизнь в течение 3-5 лет. Значит, у этой жизни есть начало и, соответственно, у этой жизни есть конец. Нужно быть готовым, что ты попадешь в ситуацию, при которой нужно будет очень много учиться. Для меня это нормально. Я могу себе вполне представить, что для большого количества людей это невероятно. Как можно, так сказать, отказаться от всего и окунуться в сферу абсолютно новую, которой ты никогда до этого не занимался. Мы встретили команду специалистов, которые наработали свой опыт еще в советское время. То есть у этих людей есть проблемы, связанные с тем, что им тяжело делать бизнес в современных условиях, но они хорошо разбираются в предмете. И фактически получился симбиоз, так сказать, между специалистами, которые хорошо понимают, как делать бизнес в современных условиях, и людьми, которые хорошо разбираются в какой-то предметной области. Буквально через 2 года после начала данного проекта мы поняли, что задача очень сложная, и она требует и серьезных инвестиций во всех смыслах. И в НЕОКРА, научно-технические разработки и так далее, и тому подобное. Огромный список вопросов. И вот эта эволюция постепенно, честно скажу, заняла года 3-4. Ну, была выбрана модель ориентации на крупных клиентов с идеей такой, что если Лир хочет данный проект, то и все остальные хотят. Выяснилось, что, к сожалению, такая модель имеет много рисков. Первый риск, если вы работаете на одного клиента, то очень сильно от него зависеть. Стоит ему поменять свои планы, либо поменять свое видение бизнеса, либо у него самого ничего-то не получится на его стадии получения продукта. Потому что мы не делали и не делаем продукт, который является продуктом для финального потребления. Ну, фактически, мы делаем нечто, что называем light engine, то есть источник света, а светильник делает наш клиент. Следовательно, если у него светильник не получился по каким-то причинам, или система, связанная, например, с полноцветным экраном или еще что-то, там, где он применяет наши источники света, то все наши усилия становятся бесполезными. Кроме того, мы выбрали сектора тогда, которые имеют очень длинный период выхода продукта на рынок, так называемый time to market. И мы думали, что это, там, два-три года, а оказалось, что это пять лет. Это касается, например, применения светодиодов в автомобильной промышленности, в железнодорожной сигнализации. Для того, чтобы такие продукты начали применяться, нужно проходить огромные тестирования не только нам, но и нашим клиентам. И не оценив это в самом начале, так сказать, развитие проекта затянулось очень сильно. Значит, в 2002 году, то есть через четыре года после начала вообще этого проекта, мы поняли, что нужны серьезные инвестиции, нужен выход на международный рынок, если хочешь быть успешным. Значит, и была создана новая абсолютно компания. И, в общем, в принципе, этот проект преодолел три стадии, скажем так. Начальную стадию, потом стадию, когда мы пригласили международных инвесторов и международный менеджмент. И нынешняя стадия, когда мы отказались от международного менеджмента, потому что, в общем-то, к сожалению, это не оказалось эффективным. И решили все-таки проект развивать собственными средствами и силами, я имею в виду российского происхождения. Первый вывод. Не нужно делать продукт, ориентированный на одного клиента, нужно делать generic product. То есть продукт, который востребован рынком, большим количеством игроков, которые можно предложить на рынок. Это первое. Второе. Нужно хорошо изучать применение. И желательно, чтобы это применение было очень гибко. Особенно, если вы приходите на рынок, нужно, чтобы клиенты, которые работают на данном рынке, были готовы использовать инновационные продукты. Очень часто бывает, что рынок консервативен. Но типичные примеры консервативных рынков – это любые рынки, где вопросы безопасности очень важны. Это, например, медицинский рынок, рынок, связанный с железнодорожной сигнализацией, как я уже говорил. И масса других рынков. Это просто привело некоторые яркие примеры. Следовательно, желательно эти рынки, в общем, не то чтобы избегать, но, по крайней мере, четко представлять, какие сложности работа на таких рынках несет. Мы выбрали путь предлагать продукт, который востребован рынком. Большим количеством игроков. Мы выбрали путь, при котором мы работаем с теми клиентами, которые гибки, которые готовы потреблять инновационные решения. У небольших компаний, которые недавно на рынке, как наша. И еще, может быть, третий такой вывод. Несмотря на то, что наша интеллектуальная собственность позволяет делать очень широкий спектр продуктов, мы сфокусировались на нескольких приложениях и не распыляли свои силы. Это еще третий, наверное, вывод, который мы сделали. Спасибо.